В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек. Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР, конкретно депутат Нилов. Что предлагается? А предлагается ввести меры господдержки для людей, которые с одной стороны сидят дома, с другой ведут хозяйство, ухаживают за детьми, престарелыми родителями, инвалидами детства и так далее. Где назначить этим людям ежемесячные выплаты в размере одного мрот? Вот зря вы улыбаетесь. Некоторое время назад, если забыли, единороссы хотели приравнять данную категорию граждан к самозанятым и взимать с них налог. Там, помню, даже какая-то история всплывала о пирожках и тортиках, мол, живут ведь на какие-то шиши, а потом выясняется, что выпечку делают, продают через интернет сотни тысяч рублей, могут зарабатывать такие индивидуумы. Тогда никто не улыбался. Более того, пропагандисты кричали «Да-да-да, верно подмечено». Теперь вот пришло время снова вспомнить про этих домохозяйки. Ну, раз уж мы их рассматривали в качестве потенциальных налогоплательщиков, значит и помогать должны, как налогоплательщикам в трудные времена. Хотя что-то мне подсказывает. Отклоня от закона проект слишком уж он человечный. Вот, например, один из пунктов «Право на пособие будет иметь только один из членов семьи». А вот теперь интересное. В случае, если доход на каждого члена не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Перевожу. Представьте себе среднестатистическую ячейку общества. Он, она, ребенок и чья-то старенькая мама. Она домохозяйка. Так вот, пособие им не положено, если на каждого приходится, по 24 тысячи рублей и более. То есть, пенсия старенькой мамы от 24. Его зарплата в районе 70, потому что она не работает. Плюс ребенок. А много ли в России таких семей? Да по пальцам можно пересчитать. То есть, на пособие смогут претендовать практически все. Сейчас разбежалось наше государство принимать такой закон. Поэтому, дорогие домохозяйки, помечтали и будет. Начинаем. Слушайте, цик во главе с Памфиловой опять чудят. И опять вокруг этих поправок в Конституцию. Теперь ребятишки решили упростить процедуру голосования. Паспортные данные избирателей станут не нужны. Для того, чтобы воле изъявиться, достаточно будет просто расписаться в получении бюллетеня. Без предъявления документов, повторюсь. Голосовать можно будет также и дома. И досрочно. Без каких-либо веских оснований. Хочу досрочно и все. А попросту как попало. Вы тоже не понимаете, как это? Рассказываю. Вот прям представляю себе картинку. Приходит какой-то чувак. Вуик. Ты кто? Я Петров. А, ну держи, Петров, бюллетень. Распишись только. Слушайте, а можно мне еще 10 бюллетеней для жены, папы, мамы, семейства, любимой сестренки? Они дома проголосуют. Ага. Соседи тоже просили на них взять. Давайте я за всех разом распишусь. Да, конечно, так. Сидоров и четверо. Козлов и трое. Гастров можно будет к данному голосованию привлекать. Че? Всей стройкой галочек за наставят. И никакого нарушения закона. Для чего я вам это рассказываю? Сами, что ли, не понимаете? При таком-то раскладе можно добиться и 200-процентного результата. А на всякий случай, напомню, решение председатель ЦИК по итогам того голосования уже озвучила заранее. И так мы все понимаем, что уже та процедура в соответствии с ныне действующей конституцией, которая проходила, она уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она абсолютно легитимна. Честно, я действительно не понимаю, зачем устраивать весь этот цирк. Но уже ни одного шанса россиянам не оставили. Вместо референдума проводится какая-то разовая акция. Итоги разовой акции объявили в марте. Вот сейчас Памфилова вам показал. Намедний глава комитета Госдумы по законодательству Крашенинников примерно то же самое сообщил. Саму процедуру голосования упростили почти до кивка перед телевизором. Зачем тогда? Грубо говоря, нас приглашают на банкет, но даже не собираются вносить в список приглашенных. В итоге, ну придешь ты на тот праздник. Охрана на входе скажет, что тебя в списках нет, мол, разворачивая глобли, иди домой. Тут все то же самое. Голосуй, не голосуй, 18 мне уже. Я логики уловить не могу. 15 миллиардов, выделенных на это дело, освоить, чтобы таких и так уже попилили уверенно. В общем, понятно, что ничего не понятно, прям как в том кино. Ты суслика видишь, а он есть. Это реальная журналистика. Новости нашего дурдома снова с вами. Поехали. Голикову мою любимую давненько добрым словом не поминал, а она опять отличилась. На прошлой неделе Татьяна Алексеевна врала о том, что у России уже практически есть в наличии, внимание, 47 разных вакцин от коронавируса. 8 из них собираются отправить Всемирной организации здравоохранения. Хочется спросить, госпожа Голикова, ты с ума сошла? Ты что несешь? Нет, я понимаю, что этим ребятам уже любую ахинею разрешили в массы вбрасывать, но берега-то надо видеть. Какие 47 вакцин? Весь мир над одной бьется, и пока об успехах говорить не приходится, соврала бы хоть про парочку. Мол, а вот у нас зато над двумя вакцинами ученые кропят, в отличие от заморских коллег, 47. А что не миллион? И потом, да если бы Россия действительно таких результатов добилась, вся мировая общественность, все мировые СМИ сегодня только о нас бы и говорили. Типа, смотрите, ай да русские, Путин бы уже сто раз перед нацией выступил, сообщил, мол, мы на пороге большого открытия, и нефть нам больше не нужна, потому что завтра мы эти 47 вакцин продадим Западу, и все. Россияне до 123-го поколения будут обеспечены, только я ничего подобного не наблюдаю. В общем и целом, все эти работы будут оплачены из федерального бюджета, уже выделили 3 с лишним миллиарда рублей на это. Ждем, как говорится. А, ну вот и ответ. Миллиарды же выделяются на это дело, ну а дальше все предельно ясно. Больше лабораторий, больше финансовых выливаний. Предвкушение шуршащего хруста в кармане от того еще более приятным становится. Хотя лично для меня феномен Голиковой вообще удивителен. Кто ей еще верит? Человек где только не зашкварился, простите мне, мой французский. В Минфине работала, попалась со своим мужем, тогдашним министром Христенко, на нетрудовых доходах и миллиарды. Ее еще королевой бюджетов окрестили. Убрали из Минфина, посадили Минздравом рулить. В здравоохранении Татьяна Алексеевна тоже быстро сориентировалась, начала продвигать на российский рынок какие-то левые препараты-пустышки, за что получила прозвище Мадам Арбидол. Убрали из Минздрава, перебросили в счетную палату. Там сидела, ничего не делала. Рассказывала всем нам, что в России коррупции нет. А потом выяснилось, куча денег из бюджета куда-то пропала. Голикова не в состоянии была объяснить, куда и как. Так ее вице-премьером назначили медицину российскую оптимизировать начала. Итог мы все хорошо помним. Оптимизация прошла неудачно. Это слова самой тети Тани. А по сути здравоохранение страны просто развалили. Ответственность, впрочем, свалили на Скворцову и Димона. А Голикова по-прежнему живее всех живых. Теперь вот с коронавирусом борется. И вообще здоровьем нации заведуют. Вот, кстати, итоги ее деятельности. Дзержинский район Нижегородской области. Как тебе такое, Илон Маск? Кошмар. Слава богу, что вовремя все. Фу, господи, блядь, с ума можно сойти, блядь. Да, я учусь, я на молодежку всего нас смотрю, что не будем, правда. Нет, Света, а ты как думаешь, как я должна сегодня это смотреть? Ну, а куда ты это тянешь все равно? А? Никто это не ответит, не отреагирует. Ответит, знаешь, ответит. Потому что это все на огласку нужно. Да, вы все правильно поняли. Женщина, как собака, рожает на улице, прямо возле подъезда многоквартирного дома. Случилось оно, потому что скорая слишком долго ехала. Несколько часов люди ждали, когда прибудут врачи. В итоге, когда медики появились, роды уже начались. Принимать решили в военно-полевых условиях. Нет, у меня нет претензий к этим врачам. Они-то как раз тут ни при чем сделали, что могли. Это Голиково сотоварищи. Они оптимизировали наше здравоохранение до такой степени, что экипажей не хватает. Зато 47 вакцин от коронавируса у нас будет. Наверное, миллиарды снова на ветер пускаем. А россияне вот в таких условиях на свет появляются сверхдержава, блин. Ну и еще немного о грустном. В прошлой программе вам рассказывал о неком Амурском газоперерабатывающем заводе стройки века. Которой так гордятся ватники. Крупнейший завод в мире. Возводят тысячи рабочих мест. И бла-бла-бла. А вот теперь предлагаю переместиться на Ставрополье. Письмо от зрителя. Зачитаю. Цитата. Добрый день, Александр. Я из города Нефтекумска. У нас назревает такая ситуация, что нашу организацию Ставрополь Нефтегаз хотят закрыть с 5.08.20 на 20 месяцев. Это два года почти. Тысячи людей останутся без работы. Городу хана. Сичин вообще с дуба рухнул. Вот она реальность, друзья. Нефтегазовое предприятие закрывается. Людей на улицу. Что будет с тем нефтекумском? Подозреваю, мы говорим о градообразующем предприятии. Вот только по ящику вам этого не расскажут. У холоев режима другая задача. Им велено свистеть об успехах. Иллюзорных, предполагаемых, которых нет, но обязательно будут. А то, что в настоящем полный привет творится, накрывается Россия медным тазом на самом деле. Да кому до этого есть дело? Не страна, а какой-то город-зад. Честное слово, все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok